5 способов потерять деньги, продавая вещи в интернете Люди часто продают вещи, одежду, старые телефоны, бытовую технику и мебель через различные онлайн-площадки с частными объявлениями. И иногда под видом покупателей могут появляться мошенники и пытаться обмануть продавца. Многие сайты и приложения, через которые можно продавать и покупать вещи и услуги, помогают пользователям защититься от злоумышленников. Они блокируют вредоносные ссылки в переписке, предлагают безопасные системы расчета, позволяют шифровать свой номер при публикации объявления, чтобы он не оказался в руках мошенников. Людям постоянно напоминают о правилах финансовой безопасности, но далеко не все им следуют, и это приводит к потерям. Рассказываем, какие ошибки нельзя совершать, продавая вещи в интернете. Ошибка номер один. Раскрывать свои персональные данные. Я не хотела тратить много времени на общение с покупателями, поэтому сразу написала в объявлении номер своей карты, на которую надо переводить оплату за покупку. Свой мобильный я тоже решила не скрывать, ведь по телефону проще обо всем договориться. Мне действительно быстро позвонили, но не потенциальный покупатель, а мошенник, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что по моей карте проводится подозрительная операция, и чтобы ее отменить, нужно пройти какую-то верификацию. Мошенникам, которые играют на чувствах людей, чтобы добраться до их счета, для начала разговора нередко достаточно и номера телефона. А уж если человек оказался настолько открытым, что им даже не пришлось выведывать номер карты, то они довольно быстро могут определить и банк, выдавший карту, и платежную систему. И когда мошенники звонят таким людям под видом якобы сотрудников безопасности банка, и сообщают человеку эту конфиденциальную информацию, у человека часто складывается впечатление, что звонит настоящий банковский сотрудник. И уже вызвав доверие, аферисты выманивают остальные действительно секретные данные карты, которые открывают доступ к счету доверчивого собеседника. Воспользоваться персональными данными могут и недобросовестные маркетологи, которые собирают номера телефонов по открытым источникам, а потом одолевают вас рекламными предложениями. Как стоит поступать? Составляя объявления в интернете, ограничьтесь описанием товара. Не указывайте реквизиты карты и личные данные, точный адрес, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. Никогда не выкладывайте фотографии банковской карты и документов. Номер своего мобильного телефона тоже лучше скрыть, если портал или приложение для объявлений позволяют это сделать. Покупатели смогут позвонить на тот номер, который вам предоставит онлайн-площадка, или связаться в чате сервиса объявлений. Ошибка номер два. Обсуждать детали в сторонних мессенджерах. Я продавала свою сумочку, и она понравилась покупательнице из другого города. Она предложила обсудить, как лучше передать посылку в обычном мессенджере, а не в сообщениях на самом сайте объявлений. Мы обо всем договорились, и она скинула мне ссылку на якобы надежный и недорогой сервис доставки. Все выглядело убедительно. Покупатель переводит обговоренную сумму курьерскому сервису. Тот забирает у меня посылку и сразу же пересылает деньги на мою карту. Но когда я заполнила анкету на сайте этой якобы курьерской службы, где указала в том числе и все реквизиты своей карты, у меня украли деньги. Мошенники создают специальные фальшивые страницы, их называют фишинговые, которые помогают им узнать данные карты пользователя. Эти страницы они маскируют под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов. Если ввести на этих поддельных страницах полные реквизиты своей карты, включая секретный код с ее обратной стороны, аферисты фактически получают ключ от вашего счета. Чаты сервисов объявлений обычно блокируют фишинговые ссылки. Именно поэтому мошенники стараются увести вас с защищенного сайта на стороннюю площадку, например, в какой-нибудь популярный мессенджер. Как стоит поступать? Не отказывайтесь от услуги безопасной сделки, которую часто предлагают крупные сервисы объявлений. В таком случае покупатель оплачивает товар банковской картой, деньги резервируются на счете онлайн-площадки и поступают на карту продавца, как только покупатель получит посылку. Известные российские и международные курьерские компании тоже позволяют провести оплату по такой схеме. Если нет возможности рассчитаться с покупателем лично, можно отправить посылку наложенным платежом. Получатель оплатит ее в почтовом отделении, заберет товар, а почта переведет деньги вам. Ошибка номер три. Сообщать покупателю конфиденциальную информацию о банковской карте. Однажды я решила купить домашний кинотеатр, а свой телевизор продать. Практически сразу мне позвонили из телеотелье и сказали, что готовы выкупить его. Им как раз нужна именно такая модель. И даже предложили сразу же перечислить мне аванс. Никаких секретных кодов у меня при этом не спрашивали. Нужно было сказать только номер карты и срок ее действия. Но когда я их сообщила, с моей карты снова списали крупную сумму. В некоторых онлайн-магазинах для покупки не нужно вводить трехзначный код с обратной стороны карты и коды подтверждения от банка. Мошенники этим пользуются. Они оплачивают счет чужой картой, зная только ее номер, срок действия и имя владельца. Для перевода денег достаточно номера карты или счета. Никакую другую информацию сообщать нельзя. Ошибка номер четыре. Отдавать товар раньше, чем покупатель его оплатил. Я купила дорогие туфли, но не смогла в них ходить. Каблук слишком высокий. Срок возврата в магазин уже закончился, так что я решила продать их. Покупательница с сайта объявлений приехала ко мне домой, туфли ей понравились, и она сразу же перевела мне деньги через телефон. Я своими глазами видела, как девушка в приложении своего банка перекинула нужную сумму мне на карту. Вот только уведомление о поступлении денег мне почему-то не пришло. Она меня убеждала, такое бывает, что перевод с небольшой задержкой приходит, иногда через несколько минут, но вы же сами видели, я все отправила. А сейчас, извините, мне пора бежать. Потом она с туфлями скрылась, а я своих денег так и не получила. Иногда аферисты используют демо-версии банковских приложений. Там можно сымитировать перевод. Экран просто показывает, как перечисление денег будет выглядеть в приложении. Но на самом деле суммы со счета на счет не переходят. А в некоторых случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки. Как стоит поступать? Так же, как в магазине. Сначала покупатель должен оплатить товар и только потом его забрать. С карты на карту перевод проходит буквально за минуту. Обязательно дождитесь, когда банк пришлет вам сообщение о зачислении денег. Когда вам дают наличные, убедитесь, что деньги настоящие. Или попросите при вас снять сумму в банкомате. Ошибка номер пять. Переходить по ссылкам от незнакомцев. Я однажды продавала старый диван. В этот раз я решила все расчеты проводить через приложение сервиса объявлений. Мне пришло смс-сообщение, что покупатель уже перечислил депозит за мой диван. А в сообщении верная сумма и ссылка. Я перешла по ссылке и увидела страницу своего объявления с пометкой об оплате. А ниже была кнопка «Обновить приложение, чтобы перевод прошел корректно». Я нажала эту кнопку, у меня открылось приложение, но потребовалось заново ввести контактные данные и реквизиты карты. А потом, ну вы уже поняли, мой банковский счет обнулили. Что же произошло? Мошенники создали поддельную страницу, которая повторила дизайн оригинального приложения. На эту страницу они вставили скриншот объявления, дорисовали пометку об оплате и добавили кнопку со ссылкой. Когда продавец переходит по такой ссылке и скачивает якобы обновленную версию приложения сервиса объявлений, на самом деле он загружает себе на телефон вирус. Вредоносные программы не только крадут данные карты, но и воруют пароли и коды от онлайн-банка. Так мошенники получают доступ ко всем банковским счетам и выводят с них деньги. Как стоит поступать? Нужно установить антивирусные программы на все свои гаджеты и регулярно их обновлять. Никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей. Когда заходите на сайт известного вам онлайн-сервиса, магазина, банка или другой организации, очень внимательно проверяйте адресную строку. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова